В эфире программа День города в студии Ирина Ковалева. Здравствуйте! О том, какой стала эта среда для жителей Рязани, вам расскажут мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Смотрите сегодня в выпуске. Очередная проверка. Природоохранные прокуроры заинтересовались атмосферным воздухом на объектах транспортной инфраструктуры. Найти выход из сложных жизненных ситуаций трудным подросткам помогли с помощью командной игры. Выпускники ищут работу, а больницы – квалифицированные кадры. Встретиться им в очередной раз помогла ярмарка вакансий Рязгамоу. Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена очередная проверка. На этот раз прокуроров интересовало, как на территории региона исполняется законодательство в сфере атмосферного воздуха на объектах транспортной инфраструктуры. Подробности далее. «Твое здоровье, чистый воздух, вода и пища» – написал древнегреческий историк Геродот. Для него были неизвестны такие понятия, как загрязнение окружающей среды и выхлопные газы. Нам же это знакомо очень хорошо. С каждым годом на дороге региона выезжает все больше автомобилей. Конечно, законодательство регламентирует, какие транспортные средства могут эксплуатироваться. Для всех автовладельцев обязательным остается ежегодный техосмотр машин, во время которого, среди прочего, устанавливается количество выбросов в атмосферу выхлопных газов. Подобные проверки должны проводиться с помощью специализированных приборов, которые прошли ежегодную проверку. В проведенной прокуратурой проверкой установлено, что юридические лица, которые оказывают услуги по проведению технических осмотров с последующей выдачей диагностической карты о допуске в соответствии транспортного средства к эксплуатации, применяется оборудование на предмет установления выхлопных газов в автотранспортных средствах, не прошедших ежегодную проверку. В связи с этим, выводы о соответствии транспортного средства по содержанию выхлопных газов являются неправомерными. За допущенные нарушения Федерального и природоохранного законодательства, природоохранной прокуратуры в отношении виновных лиц вынесены постановления о возбуждении административного производства с требованием немедленного устранения нарушений. Чтобы не быть голословными, мы решили обратиться в Рязанский гидромедцентр, который следит за состоянием воздуха. Справедливости ради стоит отметить, что виновниками загрязнения воздуха являются не только выхлопные газы от машин, но и промышленные производства, эксплуатация тепловых и атомных электростанций, котельных установок, бытовые отходы. Список можно продолжать бесконечно. В апреле месяце уровень загрязнения атмосферного воздуха классифицировался как повышенный и определялся превышением предельно допустимых концентраций диоксида азота и сероуглерода. Предельно допустимые концентрации превышали норму от 1 ПДК до 1,3 ПДК. Специалисты утверждают, что несмотря на небольшие превышения, ситуация в апреле этого года значительно лучше, чем в прошлом году. Сотрудники Рязанского гидромедцентра четыре раза в день берут пробы атмосферного воздуха в четырех районах города. В Приокском, Строителях, Сысоево и в центре. После чего уже в лабораторных условиях определяется содержание вредных веществ, среди которых диоксид серы, оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, сероводород, сероуглерод. Кроме того, специалисты берут пробы на содержание в воздухе бензопирена и девяти тяжелых металлов. На стационарных постах у нас отбираются пробы вот такие вот сорбционные трубки и вот такие вот приборы барботажного типа, называются они поглотители Рихтера. После этого к нам доставляются пробы и вот эти трубки ставятся в пробирки. Переводится содержание в пробирку. И дальше анализируется на фотокалориметре. Атмосфера – многокомпонентная среда, которая меняется в связи с множеством факторов. Но один вывод сделать все же можно. Все загрязнения воздуха связаны с деятельностью человека. Мария Рудаем, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Это из сложных жизненных ситуаций. Мероприятие состоялось в детско-юношеском центре «Надежда». Впервые в Рязани проводится квест, который помогает детям разобраться в правовых вопросах в игровой форме. Каждая станция дает возможность ребятам оказаться в той или иной жизненной ситуации, где они должны сделать свой выбор. Теперь следующий вопрос. Какого возраста наступает совершеннолетие? С 18 лет. С 18 лет. Хорошо. А с какого возраста наступает ответственность за административное право на участие? С 14 лет. С 16 лет? Да. Ну, с 14 или с 16? Да, с 16 лет. С 16 лет. Совершенно верно. Перед тем, как был проведен квест во всех школах города Рязани, состоялись профилактические беседы, направленные на формирование у детей толерантного поведения. Организаторы уверены, и командная игра, и профилактические беседы должны сформировать у ребят активную жизненную позицию и не только. Умение защитить себя в любой ситуации, прийти на помощь друг другу, достойно выйти из ситуации криминальной направленности. И в перспективе, в жизни им это пригодится для того, чтобы не нарушать больше и не делать бессмысленных поступков, которые приводят, конечно, к негативным последствиям и поломают их в дальнейшую уже судьбу. Операция «Твой выбор» должна предупредить преступность несовершеннолетних и не дать проникнуть в подростковую среду экстремистской идеологии. Мы стараемся идти в ногу со временем, поэтому наряду с традиционными формами нашей профилактической деятельности мы разрабатываем новые современные способы и методы работы. Данная игра «Квест» проводится впервые нами и целью игры является профилактика девиантного поведения подростков, вовлечение их в активную коллективную деятельность, что положительно сказывается на их социализации, физическом и психическом здоровье, а также повышение правовой культуры. Надо отметить, что самим участникам «Квест» пришелся по душе. Многие из них говорят, что хотят поучаствовать в нем еще раз в следующем году. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В рамках дня борьбы с гипертонией в Рязани прошел круглый стол. Участие в нем приняли ведущие специалисты Министерства здравоохранения Рязанской области. Они ответили на вопросы журналистов и рассказали о плане профилактических мероприятий, направленных на информирование населения о болезни, которую прозвали «тихоубийцей». Вот уже несколько лет подряд День борьбы с гипертонией проходит под девизом «Знать цифры своего артериального давления». О том, что наблюдать за этими показателями действительно важно, говорит статистика. По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день в мире порядка полутора миллиардов человек страдают этой болезнью. Причем половина из них не подозревает о наличии столь серьезного заболевания. Остальные относятся к нему слишком легкомысленно и лечатся эпизодически, что является недопустимым. Ведь вопреки расхожему мнению, гипертония – болезнь смертельная. Зачастую осложнения этого заболевания, такие как инфаркт и инсульт, приводят к летальному исходу. Распространенность гипертонии очень высокая. Больше 40% населения Российской Федерации страдает гипертонией. Эта цифра все больше и больше увеличивается. У нас много делается в плане и лечения, и профилактики гипертонии. Но могу сказать, что по лечению у нас сейчас около 44-45% нашего населения, которые знают о гипертонии, эффективно лечатся и держат свой уровень артериального давления на показателях ниже, чем 140 на 90. Это тот предел, это тот критерий, который должны знать все. 140 на 90. Ниже – хорошо, выше – плохо. Даже небольшая степень гипертонии оказывает негативное влияние на сердце, сосуды, почки, что рано или поздно может привести к осложнениям. Вывод один. Вне зависимости от степени сложности заболевания нужно лечить, используя как медикаментозные, так и немедикаментозные методы. Также важным направлением работы является информирование населения. Так что помимо круглого стола в ближайшие дни в городе будет проведен целый ряд мероприятий, направленных на профилактику гипертонии. Завтра будет достаточно массовое мероприятие на территории торгово-развлекательного центра М5МОЛ с 15 до 18 часов. Центр медицинской профилактики совместно с Центром здоровья областной клинической больницы будет организована выездная мобильная площадка, где каждый из пришедших к нам и желающих сможет обследоваться в рамках нашего мероприятия, включая основные показатели, по которым мы оцениваем состояние здоровья. Это тонометрия, пульсоксиметрия, кардиовизионное исследование, определение холестерина и глюкозы крови, определение жировой и мышечной массы и так далее. После обследования пациентам будут даны заключения и рекомендации. Ну а 20 мая в Центральном парке культуры и отдыха состоится очередная прогулка с врачом, на которой жители Рязани смогут задать интересующие вопросы главному кардиологу региона. Ирина Ковалева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Рязанский медицинский университет ежегодно выпускает сотни специалистов, которые успешно работают в практическом здравоохранении. Трудоустройство выпускников – одна из главных задач ВУЗа. Основным мероприятием, которое помогает ребятам найти свое место в практическом здравоохранении, является ярмарка вакансий. Одной из главных своих целей Рязанский медицинский университет считает не только подготовку настоящих профессионалов, но и их трудоустройство, а также уверенность в том, что подготовленный специалист останется в системе. Для этого при ВУЗе был создан Центр содействия трудоустройства выпускников. В нем на протяжении всего года проходит ряд мероприятий, помогающих выпускникам РязГМУ занять достойную вакансию. Это различные тренинги по социальной адаптации на рынке труда, всевозможные собрания с работодателями. Также мы одно из новых направлений, которые мы стали осуществлять, это выезды в медицинские организации Рязани и Рязанской области. И также мы выезжаем в соседние регионы, чтобы наши выпускники смогли ознакомиться с условиями труда, встретиться непосредственно с заведующими отделениями, с докторами, которые трудятся в данной больнице, ну и в перспективе уже туда трудоустроиться. Данная ярмарка вакансий также входит в число мероприятий, которые призваны помочь трудоустройству выпускников. Проходит она дважды в год при участии Министерства занятости. Мы делаем среднесрочные прогнозы по рынку труда Рязанской области на 7 лет. И уже который год показывают наши результаты, что рынок труда нуждается в высококвалифицированных медицинских кадрах. И специальности именно медицинских работников являются одними из самых востребованных. Действительно, съезжаются на ярмарку вакансий не только представители медицинских учреждений нашего региона, но и из соседних областей. В этом году в мероприятии принимают участие более сотни учреждений здравоохранения. Среди них детско-инфекционная больница номер 2 города Тулы. Туда требуются детский эндокринолог, хирург, ортопед, уролог и, конечно же, врачи-педиатры. Мы уже приезжаем за этот год третий раз. Мы были в феврале на встрече с выпускниками исключительно педиатрического факультета. Сейчас мы планируем день открытых дверей у нас в нашей поликлинике. Мы отсюда готовы принять студентов в день открытых дверей. С Ириной Сергеевной мы уже согласовали эту поездку, дату только сегодня согласуем. И мы проведем экскурсию, все объясним, все покажем, расскажем. То есть максимально для того, чтобы выпускники поняли о своем будущем месте работы, что она себе представляет, какая зарплата, какие условия мы представляем, в каком коллективе они будут работать. Для нас эти встречи очень важны, мы стараемся их не пропускать. Сегодня медицинские учреждения особенно нуждаются в кадрах первичного звена и врачах-педиатрах. В этой связи подобные ярмарки, да и в общем совместная работа вуза и практического здравоохранения приносят неплохие результаты. Мы в прошлом году перед аккредитацией специалистов проводили заседание Координационного совета по кадровой политике в регионе. И министр Андрей Александрович Прилуцкий представил нам 45 вакансий в первичном звене и говорил о том, что мы должны их укомплектовать, постараться. Мы вместе поработали с коллегами и нам удалось 42 вакансии закрыть. Это факт и это хороший результат. Да, было бы идеально закрыть все 45, но я думаю, мы в этом году продолжим и будем работать. Это ведь первичное звено, это самая сложная точка и тем не менее это удалось. Будем работать в этом году, чтобы полностью восполнить, постараться на этом уровне и начнем работать по педиатрам активно. В этом году первый выпуск педиатрического факультета. Педиатрическая служба нуждается в кадрах, это ни для кого не секрет. Постараемся эту задачу решить. На сегодняшний день более 90% выпускников Рязгому благополучно трудоустраиваются и продолжают свою работу в системе практического здравоохранения. В этом, безусловно, заслуга не только ребят, которые получают прекрасную подготовку, но и руководство вуза. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Царство красоты и творчества в Рязани прошел мастер-класс от ведущих мастеров Северной столицы. Организаторами мероприятия по традиции выступила индустрия красоты. Подробности далее. Авторский семинар «Атолин профессионал» провели руководители методического отдела, шеф-технолог компании «Астория косметик Санкт-Петербург», мастер международного класса Дмитрий Миронов. Он представил свои авторские методики окрашивания волос. И технолог-эксперт «Оллин профессионал», мастер международного класса Алексей Никандров. «Блонпро» – это мой авторский мастер-класс, который включает в себя три техники окрашивания. Это «Айртач», «Шатуш» и «Стрейчинг». На данный момент они являются самыми востребованными и популярными в мире парикмахерского искусства. Я хочу, конечно же, донести вот эту сложенную работу для большего количества мастеров, чтобы наша работа не превращалась в рутину, а была намного интереснее. И качество нашей работы всегда росло и было лучше. За счет этого наши клиенты будут намного счастливее. Тем самым уровень профессиональный будет расти. Наша политика с брендом «Оллин профессионал» мы предоставляем качественную косметику по доступной цене. Ведущие специалисты компании «Оллин профессионал» применяют самые новейшие технологии при разработке своих продуктов. Компания «Индустрии красоты» – эксклюзивный дистрибьютор «Оллин профессионал» в Рязанской области. Именно они являются организаторами подобных мастер-классов. Как всегда, в мероприятии приняли участие более 200 человек. Интересный мастер-класс. Он понравился тем, что были даны техники. Техники, которые можно применить в работе салонной. Очень понравилось, очень познавательно, интересно. Почаще бы. Понравилось все, все по делу. Меньше воды, как говорится. Техники использую, буду использовать. Любой мастер-класс всегда будет полезен, потому что любой чужой взгляд – это потрясающе. То есть ты можешь быть с ним согласен, можешь быть не согласен. Но именно какое-то вливание свежих взглядов в нашей профессии – это очень важно. Очень доступно было все и интересно. Спасибо. Все участники мероприятия получили подарки, но на этом сюрпризы не закончились. После окончания мастер-класса прошел розыгрыш лотереи. Более 20 человек получили ценные призы от индустрии красоты и Олин Профешнл. Мария Рудэ, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Такой увидели эту среду мои коллеги. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова